И всем привет! С вами H1016 и это обзор модов Майнкрафт. И следующий мод, который я хотел бы вам показать, добавляет в наш Майнкрафт новые биомы. И этот мод просто офигительно крутой. Ссылку вы найдете в описании под видео. И давайте начнем. Этот мод добавляет новые биомы, как я вам уже говорил, и новые деревья. Из этих деревьев, в этом дереве, в этих деревьях, неважно, новые блоки. Из них можно делать, ну как из дуба, там березы, ели. Наверное вам уже задорочили эти, надоели эти деревья старые. Ели, березы, дуб и тропическое дерево. Все, больше никаких деревьев в Майнкрафте нет. Но этот мод просто офигенный, так как здесь очень много видов деревьев. Давайте я вам их покажу. Вот он этот мод. Экстра биомы с XL. Также в этом биоме есть пугало. Крафтится оно вот так вот. Три палки, один арбуз, одна тыква. Очень легко. Извините, что сказал пугало, а не пугало. Ну, в общем. Вот тут есть такой бревноверт. Для чего он, давайте проверим. Крутит деревья. Офигенная палочка. Крафтится оно очень легко. Ну-ка, вот это дерево может крутить. Да. Прикольный мод. Ну, давайте перейдем к основной теме. Давайте я вам сначала покажу деревья, потом разные растения. Для начала возьмем вот эти деревья. Какое же еще взять? Ну, вот это вот. Все равно не мешалось. От греха подальше. Давайте поставим вот сюда. Возьмем костаную муку. Кастаную. Костаную. И вот такое вот дерево замечательное получается. Красивое, красненькое. Вот это осеннее, алое дерево. И давайте покажу вам следующее дерево. Блин, одно дерево убрал. В принципе, неважно. Вот этот покажу. И давайте еще... Не важно. Это дерево исчезло. Сраный. Давайте, в общем, покажу следующее дерево. Такое же такое. Листва у него другого цвета. И оно чуть-чуть повыше. Убираем. Уберем золотистое дерево. Тоже очень красивое. Смотрите, с ними глазами. Спаунницы. Газины. Вот. Такое же. Оно такое выглядит так же, как и вот это. Просто оно золотистое. У него листья золотые. Это вообще осенние деревья. Все. Идем. Вот. Это зеленое уже дерево. Это вообще цитронное какое-то дерево. Тоже красивое. Вот. И давайте посадим следующее дерево. Подальше. Что-то он не лезет. Вот. Вот такое вот дерево. Это больше всего напоминает какой-то, не знаю, домик какой-то с крышей. День, чтобы они сполнились. Это дерево небольшое. Высоту только длинную. Напоминает нашу березку русскую. Не майнкрафтовскую. Это дерево саженец кипариса. Вот он, кипарис. Также из нее доски выпадают. Не выпадают, точнее. Вот они, доски из кипариса красивые. Давайте перейдем к следующему дереву. Следующее дерево, я хотел бы вам показать вот это вот дерево. Оно очень огромное. Я не знаю, его спали даже негде, практически. Вот такое здоровое. Дорога тоже елку какую-то. Давайте попытаемся ее посадить. Для начала я вам покажу дерево Сакура Блоссом. Тоже красивое дерево. У меня такие розоватые. И вот это вот дуб, не дуб, а неважно как она называется. В общем, это светится в темноте. Это штука саженец болотного кипариса. Он выглядит почти так же. Найти вы его можете только в болотном биоме. Давай, сажайся. Оно не очень огромное. Можно сажаться. Давай тогда отойдем подальше от этих деревьев. Давайте здесь попробуем. Замуж, что он сажается именно на болоте. На болотном биоме. Сейчас вообще. Неважно. Не сажается, значит не сажается. Это японский клен. Тоже офигительное дерево. Давайте посадим. Вот как оно выглядит. Твой цвет крови напоминает тему. И давайте поставим кустарника японского клену. Но он тоже небольшой, вот такой вот маленький. Это вообще кустик такой. Напоминает. Давайте посадим вот это теперь дерево. Дерем его выросил. Ну это тоже у него очень красивые даже. Я, кажется, понял. Он так не сажается, так как здесь иногда сделано 4 блока. Вот. Да, оно именно такое вот. Стебель. Или как он называется. Вот он, голубой. Вообще офигенный. И здесь, если мы увидим, здесь мы можем вот так вот сломать. И здесь уже вот такой вот круг огромный. Так как это вот такое вот дерево. Это четверть. Четверть радужного эквалитера. Довольно-таки прикольно, красиво все это выглядит. Ну, в этом моде все это есть. Давайте посадим пугало. Защищало наше растение. Я посадила два пугало. Убить их просто невозможно. Они бессмертные. Это кактусовая паста. Также в этом моде есть коршун и кактус. Так вот выглядит. И давайте рассмотрим теперь растение, которое тут есть. И в этом моде еще добавлены поганки. Теперь здесь не один вид грибов, а целых два. Вот такие вот цветочки есть разные. И наши поганки. И теперь давайте рассмотрим ромашку. Или что это? Это каллы какие-то? Каллы. Такие вот мертвые, низкие. Давайте посмотрим. Это коричневые, это каллы. Где-то вот мертвая трава. Слово такое. Мертвая, желтая трава. И какая-то вот листва странная. Это опавшие листья. Прикольно. Так, что же еще посмотреть на этом моде? В принципе, наверное, все. Также в этом моде добавлен новая стена из красного булыжника. Новые булыжники сами добавлены. Это вы можете найти в другом биоме. Давайте я сейчас поставлю на паузу поищу этот биом. Если найду, то... Ну, ладно. И, кстати, я вам еще не показал эту траву. Она не садится в этом биоме. В общем, давайте я пойду поищу этот биом. И так, я вот нашел здесь кое-какой биом. Прикольно тоже. Это... Это горы пустынные, как бы. Вот оно так, но... Сломаем все, что спадет. Нет, он все в воздухе. Вот, как вы видите. Есть такие горы, и вот здесь вот и растет сам этот... Кактусы мы наши маленькие. Давайте я пойду искать следующий биом. Вот. Я нашел еще один биом. Здесь растут вот такие вот... Деревья большие, крыш, как я вам говорил. Тоже биом прикольный. Кажется, я нашел биом, который и искал. Так. Офигительные баги. Вот. Шахта. С помощью этого бага. О, вот. Что-то появилось. И у меня, наверное, за весьма им. Бывает такое с этим биомом. Так как в этом биоме очень много, очень много всего. Как бы давайте я поставлю на паузу. И так, вот. Я понял, почему она зависит Майнкрафт. Потому что в этом биоме очень много у нас было обустроено. Извините, что заикаюсь иногда. Здесь вот это вот растет, это мертвая трава. Вот эти, также эти кактусы. Здесь также бывают деревни, в которых живут лошади. Но, почему-то в этих деревнях очень мало жителей. Потому что, наверное, у себя колонки. Чего он хакает? Ну, и еще у меня зависит Майнкрафт, потому что у меня был включен режим на легком, сложность. И когда я зашел, я услышал звуки зомби. Их, наверное, было немало. Ну, в общем, это все на сегодня, что я хотела вам рассказать об этом прекрасном моде, который добавляет много всего. Ну, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока, до скорых встреч и смотрите мои обзоры модов.